Мы продолжаем работу, и сейчас у нас лекция кленера Георгия Борисовича, заместителя научного руководителя ЦИМИРАН. Прошу, Георгий Борисович. Спасибо большое. Дорогие коллеги, я рад возможности побеседовать с такой замечательной аудиторией в рамках замечательного мероприятия, которое проводится уже седьмой год. Во главе которого стоит академик Владимир Иванович Маевский, и которое посвящено исследованию экономических проблем с точки зрения, во-первых, молодых, а во-вторых, институционалистов и эволюционистов. Это особый взгляд на экономику. Надо сказать, что этот взгляд определяется, как я сказал, не только направлением экономической теории, но и возрастом. И вот я надеюсь, что сегодняшние студенты, аспиранты, магистры, молодые преподаватели смогут обратить внимание на некоторые новые явления и новые оценки, которые сегодня привлекают внимание тех, кто связан с экономикой. Значит, я назвал свое выступление «Экономическая наука, экономическая политика, хозяйственная практика, друзья, партнеры или враги». Значит, полемическое название, потому что взаимоотношения между этими тремя сферами до сих пор не определены. Это является предметом исследования, а иногда и сожалений, а иногда и разочарований, и раздражения всех, кто связан с экономикой. Я нахожу, что этому вопросу все-таки уделяется недостаточно внимания, и в нашей литературе, и, может быть, и в мировой тоже. Поэтому считаю этот вопрос главным. Не случайно тут подзаголовок песни о главном. Я считаю этот вопрос главным. Главнее всего, как поется в песне на слова Михаила Таневича «Погода в доме». Вот погода в экономическом доме определяется взаимоотношением между этими составляющими экономики. Я еще несколько уточню состав. Но хочу сказать, что у нас есть много институций различного рода, у нас есть много образовательных дисциплин, которые посвящены каждой из этих сфер, но абсолютный дефицит дисциплин и мероприятий, которые связаны с взаимоотношением между ними. Я привлекаю ваше внимание к этому и надеюсь, что вы в своих исследованиях, которые чему бы ни были посвящены, они все равно так или иначе затрагивают взаимоотношения между этими составляющими. Если не касаться этих взаимоотношений, мы придем и уже приходим, и давно приходим, к совершенно неправильным выводам в отношении всех компонентов экономики. Ну, и хотел бы я начать. Простите, может быть, то, что я буду говорить, не всеми будет разделяться. У нас будет возможность обсудить. Но в экономике почти нет окончательных истин. И каждая истина, каждое экономическое высказывание имеет шанс быть справедливым и быть несправедливым в той или иной ситуации. Окончательных истин нет, а вот язык экономики, на котором мы выражаем наши высказывания, наши сожаления или радости, язык является важным. И сегодня мы будем затрагивать также и этот язык, который в сущности отражает структуру мира, структуру мира экономики. Ну, вот, давайте сначала зададим себе такой вопрос, может быть, неожиданный. Кому и для чего нужна экономика? Важный вопрос, потому что определение экономики, которое признавалось бы всеми ее участниками, его до сих пор не существует. Известное определение, которое дал когда-то Лайонелл Робинс, о том, что предметом экономики является распределение ограниченных ресурсов по альтернативным целям. Но сейчас это определение может считаться только скорее частью истории экономической мысли, чем инструментом к действию. Конечно, распределение ограниченных ресурсов по альтернативным направлениям, конечно, это важный вопрос. Исчерпывает ли он содержание экономики? Думаю, что не исчерпывает. Не исчерпывает также понятие ограниченности ресурсов. Потому что каждый раз приходится объяснять себе и читателям, и слушателям, какой аспект имеется в виду, когда говорят об ограниченности. Ограниченность денег, которые у меня сейчас есть в кармане, ну, конечно, сейчас они ограничены. Но как ресурс, деньги, не могут быть ограничены. Путем определенных усилий можно увеличить количество тех денег, которые я имею, или наоборот потерять. Является ли ограниченным такой ресурс, как знание? Ну, тоже есть разные ответы на этот вопрос. Но, значит, большей частью считается, что знания могут без ущерба быть разделены между несколькими субъектами, тем, кто владеет этим знанием, и тех, кто получает эти знания. И таким образом применять к нему такое же понятие ограниченности, как, скажем, когда речь идет о распределении денег, или же трудовых ресурсов, нереально. Ну, короче говоря, зафиксировать можно лишь то, что общепринятого определения экономики сейчас нет. Как же тогда жить? Ну, жить, как и всегда. Как и всегда. Нужно смотреть, кому это выгодно. И вот здесь на этой картинке показано, кому это, то есть экономика, кому она выгодна. Выгодна в каком смысле? Выгодна в смысле необходимости этой отрасли знания и отрасли человеческой деятельности, как она входит в более широкую сферу. Я вам хочу сказать, вообще, коллеги, что методологической основой вот всего того, что я вам говорю, является углубленный системный анализ, который мы развиваем, основываясь на новой теории экономических систем. В общем, эта теория позволяет сформулировать и ответить на многие вопросы, которые в других терминах, из других подходов, частью не видны, а частью безответны. Это такое общее введение, чтобы вы понимали, откуда растут истоки этого анализа. Порой этот системный анализ позволяет высветить аспекты, которые вообще малоисследованы. Порой ответить на вопросы, почему мир устроен так, а не иначе. Ну и, в общем, вооружаясь этой новой теорией экономических систем, которая, в свою очередь, опирается и на общую теорию систем, и на пространственно-временной анализ, и на достижение различных ветвей экономики, вот мы с вами отправимся в путешествие по экономическому ландшафту. Итак, вот четыре игрока, макроигрока на экономической арене. Вообще даже не на экономической, а просто на жизненной арене. На арене, на которой мы сами находимся в любой момент времени. Основной игрок государства, мы знаем его силу, знаем его слабость, знаем его ограничения и стремление проникнуть за эти ограничения. Вторым, естественным игроком, является общество, ну или социум, который представляет собой совокупность социальных агентов, людей и групп, которые сформированы в ходе общественного развития. сюда же входят и партии, и слои, и различные территориальные объединения, общности людей и так далее. А вот в отношении следующих двух игроков нужно специальное пояснение. Здесь в одном прямоугольнике стоит экономика, а в другом бизнес. И это очень важный вопрос. Я стою на той точке зрения, что это две разных подсистемы общества. Хотя общепринятая точка зрения, бизнес, общество, государство, все, троица, больше никого нет. Все взаимоотношения располагаются между бизнесом, обществом и государством. Вот я с этим не совсем согласен. Мне кажется, что государство это государство, как политическая организация, а общество это общество, как совокупность граждан, ну, индивиду. А вот что касается понятия экономики и бизнеса, мне кажется, что они должны быть разделены. Почему? Ну, вы можете взглянуть, как говорится, окрест себя и посмотреть на любое предприятие и увидеть, что такое предприятие. Вот мы входим, открывается перед нами проходная, мы входим, куда нас ведут. Ну, ведут, может быть, в заводы управления, а скорее всего ведут в цеха. И мы видим станки, сооружения, процессы производственные, снабжение и так далее. Вот что-то крутится, что-то двигается, исходное сырье, материалы, комплектующие перерабатываются, конечный продукт, он отправляется куда-то и так далее. Вот этот вот кругооборот материального производства, не обязательно оно должно быть материальным. Это могут быть и какие-то нематериальные активы, ну, например, теории научные или какие-то книги и так далее. Важно то, что есть процесс производства, а за пределами, хотя и непосредственной близости от него, расположены другие процессы, которые устроены иначе, которые имеют иную природу. И основной из этих процессов это инвестирование. Кто занимается инвестированием? Ответ такой, вот бизнес как раз и занимается инвестированием. Он изыскивает инвестиционные проекты, и те, которые ему представляются перспективными, он снабжает деньгами. Откуда он берет эти деньги? В качестве средств, полученных от реализации этих проектов. И таким образом, вот задача бизнеса состоит в том, чтобы насытить вот эту экономическую сферу станки, здания, сооружения, людей, которые стоят за станками, сидят в офисе и так далее. Чтобы насытить их возможностью, финансами, деньгами, которые обеспечивают бесперебойный характер этого процесса. И вот если вы придете на предприятие, вы увидите, скажем, акционерное общество, вы увидите там отдел борьбы, отдел работы с акционерами и так далее. Есть специальные службы, которые этим занимаются, но это не экономика в узком смысле слова. Это бизнес. И бизнесмены не стоят за станками, и не должны стоять за станками. Они должны изыскивать инвестиции, находить им наиболее выгодное применение и получать от этого доход. Совершенно другие люди, другие виды деятельности, другая идеология, что ли, другое мировоззрение. В этом смысле каждое предприятие может рассматриваться как своеобразный кентавр, в котором есть непосредственно экономическая часть и есть бизнес. хорошо это или плохо. Следует ли действительно их разделять или нужно говорить, что это одно и то же. Ну, по-моему, достаточно очевидно. Это разные люди с разной психологией, склонностью к риску, не склонностью к риску. Разные оценки их. Успешный бизнесмен это одно, успешный, но для экономиста какое слово хозяйственник, я не знаю, успешный специалист народного хозяйства это другое. Есть люди, которые и там, и там успешно работают, безусловно. Но и вообще все эти четыре составляющие не разделены непроходимой чертой. Ясное дело, что на предприятиях или в бизнесе работают люди и в этом смысле пересекаются социум с двумя другими составляющими государства, находится и тем не менее, как системы это разные системы, у них разные интересы, разные видения, разный горизонт планирования, разные цели. Возьмите цель социума. В чем заинтересован социум? Люди, мы с вами, в чем заинтересованы? Мы заинтересованы в том, чтобы мы успешно жили, работали, отдыхали, чтобы то же самое можно было сказать о наших детях, ну, может быть, внуках и так далее. Наш горизонт интересов ограничен тремя, максимум, четырьмя поколениями. А горизонт интересов, скажем, государства, это не поколения, а все, весь столб людей, индивидов, которые будут жить на этой территории, ну, или так, не ограничиваются, чтобы в рамках этого государства. Временной горизонт интересов государства тянется неограниченно вверх. А временной горизонт социума, он не обязан заботиться о будущих и далеко от стоящих поколениях. Ну, и горизонт бизнеса, соответственно, тоже, как правило, описывается выражением прибыль здесь и сейчас. Ну, естественно, в обобщенном смысле сейчас, это, может быть, не обязательно сию секунду, но ему нужна постоянная смена, постоянный денежный поток втекающий и вытекающий. И вот все это приводит нас к тому, что, когда мы говорим об экономике и рассматриваем, кому она нужна, вот мы должны обращаться вот к этой схеме. Она нужна, она здесь граничит, экономика, связана линиями непосредственно с двумя подсистемами, социумом и с бизнесом. Зачем ей нужен социум? Что она хочет от этого социума? Ну, естественно, это рабочая сила и это покупательная способность и их взаимодействие основано на этом. что хочет социум от экономики, чтобы она снабжала его необходимыми для жизнедеятельности продуктами, которые потребляются, питание, одежда и так далее. Что хочет бизнес от экономики? Бизнес нуждается в сфере вложений. Экономика, так если говорить образно, продает бизнесу инвестиционные проекты, указывает ему, если социума продает рабочие места, то бизнесу она передает бизнес места, место, куда можно вложить не свои усилия, как работник, а освоить средства. И в этом смысле бизнес нуждается в экономике, а экономика нуждается в бизнесе. Ну, тут можно интересно дальше рассуждать о том, что дает государство социуму. В первую очередь, конечно, это безопасность и порядок. Инвестициональное обеспечение. Ну, и что дает бизнес государству, налоги, а государство, естественно, свою безопасность обеспечивает ею и бизнес. Ну, вот эта схема, такая основная схема, рекомендуемого мною, моими коллегами, для базисного исследования экономики. Вот здесь, в этой схеме, мы можем видеть, успешна экономика или неуспешна. Как она взаимодействует со своими непосредственными соседями, вот это и есть понятие эффективности экономики. и не буду об этом говорить, но понятие эффективности, которое сейчас используется и в хвост, и в гриву, так что оно совершенно истерлось, понятие неэффективный фактически сейчас играет роль неопределимого понятия плохой. Вот неэффективный институт, неэффективная организация. В чем ее эффективность? эффективность, как известно, существует двух типов. Это либо ресурсная эффективность, которая определяет количество ресурсов на единицу выпуска, или целевая эффективность, которая определяет, выполняет ли данный объект свое предназначение. Ну вот, значит, для того, чтобы говорить даже об этих двух видах эффективности, необходимо пользоваться этой схемой. Необходимо смотреть, эффективно ли экономика во взаимодействии с социумом, предоставляет ли она социуму достаточное количество надлежащим образом оплачиваемых рабочих мест или неэффективно. Ну, а вообще, если говорить в целом об экономике, вот, немножко взлетев над этой схемой, то я ее представляю как такую сеть, которая оплетает весь мир, находится в шаговой доступности от каждого из нас и играет роль связующего звена между всеми элементами нашей жизни, начиная от территориальной структуры, связывая восток с западом, север с югом, структуры, связывающие людей в рамках экономических процессов, структуры, связывающие знания и все остальные элементы жизни, вот все это связывается в единое целое благодаря экономике, вот в этом ее основное назначение по отношению ко всей системе общества, связующие элементы, ну, следующий слайд давайте посмотрим, да, здесь опять мы видим четыре компонента, это не случайно, кстати говоря, я потом может быть объясню, почему их столько, не пять, не три, так вот, значит, здесь показан уже внутренний состав экономики, мы как бы взлетели над экономикой в целом, посмотрели на ее взаимоотношения с другими взаимодействующими с нею подсистемами общества, а теперь спускаемся немного ниже и смотрим на ее внутренний состав, нам это очень интересно, потому что мы все находимся в одном из этих четырех, а то и в нескольких квадратиков, и так из чего состоит экономическая наука, из чего состоит экономика, вот, я подчеркиваю, и мне кажется это столь же или не менее принципиальным, чем рассказанное мною до этого момента, и касающиеся взаимодействия экономики с другими подсистемами общества, а теперь взаимодействие подсистем собственной экономики, что мы видим, мы видим экономическую науку, теории, различные разработки, которые живут в экономических статьях, книгах, в сознании людей, в виде науки, что происходит дальше, наука разрабатывает рекомендации, дает оценки, разрабатывает схемы, подобные той, о которой я говорил ранее, и подобной той, которую я говорил сейчас, или какие-то альтернативные схемы, дает как бы мировоззрение, взгляд, что видит человек, который хочет интересоваться экономикой, вот он видит экономическую науку, он ее получает в виде академических дисциплин в вузах, он читает книги, газеты, естественно, средства массовой информации во всех их полноте, и это основа, она в правом, в левом верхнем углу, обычно в этот угол помещает основное действие, дальше мы имеем дело с другими людьми, с другими действиями, с другими результатами, экономическая политика, на основании или вопреки экономической теории, существует экономическая политика, разрабатывают руководители государства, указывают курс, формируют законодательные обоснования, формируют указы, законы, общие установки, для России это очень большое значение имеет, вы знаете, мы привыкли улавливать куда дует ветер, исходящий из уст начальства, улавливать сказанное, несказанное, пытаться понять, к чему они клонят, и как нам вписаться в эти установки экономической политики, ну а дальше что происходит, они сформулировали политику, а дальше нужно, чтобы она реализовывалась, и тут мы обращаемся к еще одной сфере, сфере управления экономикой, политика, политика и установки, общие установки, но нужно их превратить в реальное руководство к действию, вложить их в руки, в уста и в головы не только менеджеров, менеджеров в первую очередь, но и тех, кто эти решения менеджерально исполняет, и вот, значит, от этой сферы переходим к сфере, где эти решения, где эти управленческие положения реализуются, а именно к народному хозяйству, вот там, где происходит производство, где взаимодействуют различные виды ресурсов, где идет производство, распределение, потребление, обмен. Вот четыре сферы, они различны, но они тесно связаны. И вот один из основных тезисов, которые я хотел бы сегодня изложить, состоит в том, что степень развития экономики, в широком смысле этого слова, зависит от всех четырех систем и от взаимоотношений между ними. К сожалению, в реальной практике мы видим, что государство ищет причины и способы преодоления низких темпов роста где угодно, но только не в развитии экономической теории. где угодно. Но на самом деле именно ментальная сфера, к которой относится теория, является основой. Пока мы не сможем развивать экономическую теорию так, как это необходимо для современного хозяйства, мы не сможем получить никаких позитивных результатов. как бы мы не смотрели на другие страны или вглубь своей истории или в светлое будущее. Вот значит важно и я неслучайно вынес это даже в заголовок вопрос о том в каких же отношениях находятся эти четыре сферы друг с другом. Ну чтобы немножко это осветить давайте еще постараемся спуститься еще немного ниже и рассмотреть составы отдельных подсистем вот о которых мы тут уже упомянули. Ну давайте начнем с экономической политики. Какие виды экономической политики существуют? Можем привести разумеется множество классификаций но я хотел бы обратить ваше внимание на главное на системную классификацию курса экономической политики варианты курса вот очень важно чтобы эти варианты осознавались чтобы те кто разрабатывает экономическую политику идентифицировали бы их и понимали бы к какому виду экономической политики относятся предлагаемые мероприятия ну а значит по крупному можно выделить какие виды вот скажем политика ориентированная на создание объектных объектов как решались как решаются задачи стоящие перед народным хозяйством вариантов не так много если говорить о крупном они могут решаться либо с помощью создания новых предприятий либо с помощью организации новых процессов либо с помощью организации и реализации экономических проектов инвестиционных инновационных и так далее либо с помощью изменения экономического климата и вот на верхнем уровне классификации должны быть прежде всего выделены вот эти четыре вида экономической политики одни из них первый вид ориентирован на создание сети объектов другой на создание взаимодействующих проектов третий на процессов третий на на процессы то есть на проекты и четвертый на то что между ними как бы между ними атмосфера вот здесь перечислены эти виды их составляющие вот смотрите значит можно проследить по истории экономики россии когда доминировали доминировал какой из видов политики вот скажем когда в сороковые годы нужно было создать атомную бомбу на что были направлены основные усилия какие средства были избраны руководителям для чтобы решить эту проблему не на создание хорошего экономического климата не на разработку не на новые процессы и даже не на проект хотя конечно атомная бомба это был самый большой проект но решались эти задачи с помощью создания предприятий вы знаете эти предприятия они и до сих пор существуют некоторые из них стали городами каждое есть такое выражение каждая проблема имеет организационное решение что такое организационное решение организационное решение это создание организации которая реализует это решение этой проблемы эти организации это предприятие компании они же компании фирмы учреждения государственные линии государства вот значит другие другие периоды эпохи другие эпохи российской экономики мы видели что решение проблем действительно осуществляется с помощью очень попыток улучшения климата климата я имею ввиду экономического конечно строительство инфраструктуры институциональных преобразований в третьих случаях значит все решается с помощью организации важных проектов вот смотрите сейчас значит на самом деле есть теории которые показывают в каком какой последовательности следуют друг за другом эти эпохи эпохи проектной экономики эпохи процессной средовой и объектной экономики вот если вы посмотрите на нынешнюю эпоху что нам бросается в глаза о чем люди говорят что обсуждают что несется с экранов телевизоров компьютеров и так далее национальные проекты вот проект чтобы проект проект это некая совокупность мероприятия имеющих определенную цель начало и конец если это что-то другое если конец не не обозначен обозначен у какого какого экономического явления важного конец не обозначается ответ прост у компании у предприятий у юридических лиц как правило как правило конец не обозначать начало обозначается предприятие учреждено тогда-то а когда она заканчивается когда закончится как тогда закончится когда рынок вытеснит или приведет преобразованием слиянием и так далее то есть конец не определен начало определен это не проект проектом является создание предприятия давайте создадим предприятие, отведем для этого два месяца и выполним такие-то мероприятия. Закончился этот проект, все. Проект получил окончание. А само предприятие, как и жизнь человека, между прочим, она носит не проектный, а объектный характер. Мы можем говорить о решении завести ребенка, родить ребенка. Даже можем пытаться сроки примерно определить. А вот что касается окончания, об этом речи нет. Жизнь сама определить. Поэтому вот объектная часть экономики, которой и мы с вами как субъекты социума тоже относимся, вот это попытки решения экономических проблем с помощью того, что можно было бы назвать домостроительством. Когда мы строим дом, мы строим дом с неограниченным сроком действия. У него там есть нормативный срок. В общем, пока работает хорошо, изменятся условия, что-то будет тогда поменять. вот эпохи укрепления климата, эпохи укрепления процессной структуры, развития проектов и поддержки объектной структуры. Это те эпохи, на которые делятся периоды экономики. имеют интересные следствия в разных сферах. Например, недавно были основания вспомнить разговор о физиках и лириках. В 59-м году Борис Слуцкий, знаменитый и прекрасный советский поэт, написал стихотворение «Физики и лирики», которое поставило проблему соотношения физиков и лириков эпохи физиков и эпохи лириков. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Слуцкий фактически открыл мировой закон. Закон чередования эпохи физиков и эпохи лириков. Можно дополнить это еще двумя эпохами, которые расположены между этими полюсами. И убедиться в том, что если эпоха физиков это эпоха доминирования объектной сферы, если эпоха лириков это доминирование процессной сферы, между ними лежат еще две эпохи. одна которая относится к средовому доминированию и определяет изменения идеологии, и другая, которая характерна наличием и важности в экономике разнообразных проектов. ну вот значит дальше управление экономикой. Тут тоже выделяется небольшое количество вариантов. вы слышали слова многочисленные часто употребляется понятие ручное управление, которое по-прежнему у нас доминирует. К нему следует присоединить стратегическое управление, о котором все мечтают, пишут законы о стратегическом планировании. Значит также есть понятие институционального управления и наконец когда ничего из этих так сказать серьезных вещей не работает, тогда начинается хаотическое управление. Но мы с вами пережили все эти периоды и хаос 90-х годов и ручное управление, которое до сих пор имеет подавляющее место и мечты о стратегическом управлении, которое до сих пор не может воцариться. И наконец о бюджетном управлении, когда управляют не столько люди, сколько институты. Ручное хаотическое управление это когда неизвестно кто принимает решение, неизвестно по каким принципам. Ручное управление, когда известно кто, но принципы по которым он действует неизвестно. Стратегическое управление, когда известны принципы, но широкий круг объектов управления. Ну и стациональное управление, о котором мы еще пока смотрим только издали. вот значит это состав состав подсистемы управления экономикой. Опять же в крупной разбивке. Ну и значит дальше следующий слайд. Ну вот экономическая теория. Это для нас можно сказать самое главное поскольку мы изучаем преподаем или применяем экономическую теорию. Что в этой сфере мы можем выделить на чем восстанавливается глаз. Оказывается несмотря на все многообразие экономической теории этих теорий не так уж много. И они объединены в четыре парадигма таких кустах. Неоклассическая теория, институциональная теория, эволюционная и системная. И каждое из этих направлений экономической теории может быть характеризовано с помощью таких показателей характеристик как единица анализа, доминирующие отношения между единицами, затем типы равновесия, которые данная теория считает основными и предметы анализа. Да, вот здесь дана такая карта, которая определяет как меняются эти характеристики при переходе от одной теории к другой. Очень важно нам знать, к какой теории относится какой взгляд, чтобы не быть пленниками отдельной теории и одновременно понимать ту систему координат, в которой ты находишься и свое место в ней. но я хочу немножко сказать здесь неоклассическая теория занимала доминирующее место в экономической науке в течение примерно семи или шести десятков лет, начиная с начала двадцатого века, с работ десятых, двадцатых годов, тридцатых она уже сформировалась полностью, пережив кризис двадцать девятого года и успешно развивалась и на ее основе строилась экономическая политика во многих странах. И все это происходило до конца примерно восьмидесятых годов, когда на первое место вышла институциональная теория. Она существовала довольно давно, в тот же период примерно, когда и неоклассическая теория, но уступала этой теории, уступала место на кафедрах, на публикациях в Нобелевских или премиях имени Нобеля и в общем была царицей. Как говорил Никита Сергеевич, кукуруза царица полей. Вот значит неоклассическая теория была царицей полей. Но потом пришло время институциональной теории и до сих пор она является по-видимому наиболее массовой. Смысл ее тут я уже сказал, что она связывает результаты экономической деятельности с институтами, вы по таблице это видите, попытается определить как появляются эти институты, от чего они зависят и как они влияют на результаты экономической деятельности, на эффективность, неэффективность и так далее. ну и наконец или одна из важных направлений эволюционная теория, которая основывается на принципах эволюции, то есть направленного, непрерывного, генетически поддерживаемого изменения, которые рассматривая в качестве единицы анализа являются механизмы наследования, замены отдельных этих генов, под которыми обычно принимаются рутины, другими, и вот эта эволюционная теория, мне кажется, что в последние десятилетия XX века и в начале XXI века темпы роста этой теории по количеству приверженцев и по результатам являются ведущими. Как нехороши каждая из этих теорий, из этих подходов или парадигм, в последнее время выделяется попытка их синтеза на основе новой теории систем. Это направление получило название системной экономики, которая имеет и практическую реализацию в виде влияния на хозяйство и теоретическую реализацию в виде теории системной экономики. Ну, возлагаю большие надежды на это, что почему в чем проблемы каждого из указанных направлений. Они концентрируют свой взгляд предельно на одном из типов экономических явлений и образования. Неоклассическая теория на поведение экономических агентов, институциональная теория на поведение и влияние экономических институтов, эволюционная теория на механизмах эволюции. Все это важные составляющие, но лишь составляющие. Вот попытка синтезировать это то направление, которым развивается системная экономическая теория. Ну вот, так или иначе, вот эти четыре богатыря, но последние три богатыря это точно первые три теории. Четвертая теория это такой пока еще можно сказать ребенок, может быть и будет богатырем, обещания существуют, но значит вот это ландшафт экономической теории. Ну и значит ну хозяйственная практика, четвертая составляющая из нашей схемы. Здесь мы что видим? Конечно можно по-разному эту практику характеризовать, но опять же пользуясь системным принципом обобщения, значит мы рассмотрим ее с некоторой высоты. в рамках этой высоты мы видим, что можем рассматривать практику с точки зрения макроэкономических результатов и здесь мы видим довольно плачевное состояние, если говорить об экономике России, плачевное состояние темпов роста, инвестиционных процессов и так далее. макроэкономики. Значит на самом деле мезоэкономический уровень играет особую роль. Монография, которая недавно вышла под редакцию Владимира Ивановича Маевского, это очень ярко показано, какую роль играет этот средний уровень. Средний и среда это однокоренные слова. И вот значит если нет среднего макроэкономического успеха в экономике, то экономическая среда оказывается разорванна на микро и макро. Извините. Да, да. Алло. Не могу говорить, извините. Значит мезоэкономический уровень это может сказать я бы сказал так мать мать всех уровней экономики. Вот эта монография, которую я упомянул наглядно показана и в работах других членов этого коллектива института экономики это также отмечено. Ну что значит каково состояние российской мезоэкономики? Мы простите меня. Алло, не могу сейчас говорить. Хорошо. Ага. Так, меня слышно, коллеги? Да, да, слышно. А то там говорят, что связь пропала. Не знаю, у нас все слышно, всем видно. Ну, прекрасно. Тогда я продолжу. Сколько у меня еще времени осталось? Так, ну, минут пять. Хорошо. Так вот, значит, мезоэкономика связана с утерянием ряда отраслей, с потерей внимания к отраслевому управлению, к отраслевой части экономики. Значит, это сулит нам большие неприятности. Мы утеряли уровень отраслевой и в статистике, и в управлении, и в возможности согласования с другим компонентом мезоэкономики региональной. Ну, затем, значит, микроэкономика, тут я написал одну из характеристик этого уровня, и, наконец, наноэкономика, то есть, экономика отдельных субъектов, отдельного субъекта. потребительские возможности этого субъекта, тем более, последние месяцы оказались близки к минимуму, ну, и, значит, в итоге вот имеем то, что имеем. Давайте, значит, что же у нас получается? У нас получается, что компоненты, разрезы экономики, о которых мы сегодня говорили, я уже не буду говорить, естественно, сколько мы спустились в нижнюю часть спектра, и взаимодействиях экономики, и других составляющих обществах, которые были на первой схеме показаны, не будем касаться, а вот взаимодействия между четырьмя основными составляющими экономики, наукой, политикой, управлением и практикой, мы должны зафиксировать то, что эти взаимоотношения сейчас, к сожалению, служат тормозом для дальнейшего развития. В области теории, что мы видим? Мы видим сокращение затрат на развитие экономической науки, сокращение затрат на экономическое образование, снижение числа бюджетных мест в вузах по экономическим специальностям, вообще пренебрежение экономической наукой. Пальма первенства и дирижерская палочка сейчас принадлежит, но по сути дела, чиновникам, которые не нуждаются ни в какой экономической науке, кроме той, которая прикормлена и которая работает на обосновании принимаемых ими решений. Так, коллеги. Да, 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 я вернулся? Да, мы слышим вас. Слышите хорошо? У меня тут был сбой. Ну вот, значит, и развитие экономической науки, значит, к сожалению, можно сказать, приостановлено. очень низкие темпы и они действуют скорее, развитие это идет скорее вопреки, чем благодаря усилиям государства. Значит, экономическая политика фрагментарна, непоследовательно, мозаично и отдельные части не связаны другим. Примеры уже не буду приводить. Управление экономикой. к нему больше всего подходит выражение Виктора Степановича Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда». Разрыв между управлением и реализацией зияющий. Ну, и про хозяйственную практику здесь уже было сказано. Вот теперь, значит, я только хочу вот что сказать, что мы говорим об импортозамещении, имея в виду обычное народное хозяйство, продукцию, технологию и так далее. Но вопрос об импортозамещении, то есть о самостоятельности экономического комплекса страны должен распространяться и на экономическую политику, и на управление экономикой, и самое главное на экономическую теорию. Мировой экономической теории рискну сказать, единой мировой экономической теории не существует. она складывается, а иногда и не складывается, из различных теорий, формируемых в разных странах и различных людьми. В итоге взаимоотношения между квартетом экономическая теория или экономическая наука, экономическая политика, управление экономикой и хозяйственной практикой должно быть гармонизировано, и это основной вывод, который следует из анализа сегодняшнего состояния экономики в целом. Вот мы о чем с вами должны говорить, говорили сегодня, и я надеюсь, что что-то из этого будет развито в наших дальнейших работах. Ну вот, значит, это то, что я хотел вам сказать. У вас все, Георгий Борисович? Все, да. Переходим к вопросам тогда. Так, вопрос, пожалуйста. Слишком сложная тема, да? Нет вопросов? Непонятно, что ли? связана непопулярность экономики как науки как науки как науки? А с чем они связаны? Переведите, пожалуйста, здесь плохо слышно вопрос. Задают вопрос, с чем связана непопулярность экономики как науки? Ну, это имеет несколько причин, истоков. Одно из, есть, значит, с точки зрения, скажем, физиков, непопулярность экономики как науки выражается в том, что она практически не может обеспечить то, что считается обязательным явлением для науки физической, повторяемость опыта. Каждый экономический эксперимент, каждое экономическое мероприятие, проект и так далее, неповторимы. И это, значит, заставляет многих представителей естественных наук говорить о том, что экономика вообще не наука. но можно конечно по-разному что называть наукой, можно называть наукой только то, чем я занимаюсь, а чем вы занимаетесь, не называть наукой. Но, значит, это объективное условие общественных наук, объективное составляющее. Чем объясняется пренебрежение экономики как науки с точки зрения чиновников? Я уже сказал, экономическая наука как таковая, которая видит просчеты, которая видит дальше, видит глубже. В общем, для того стиля управления, который у нас сейчас существует, вряд ли это необходимо. Скорее, это только мешает. И мы видим это на примере реорганизации Российской Академии наук, на примере различных мероприятий, связанных с экономической наукой в вузах и так далее. Ну, значит, среди экономистов, к сожалению, тоже, алло, прощение, не могу говорить, перезвоню. Значит, с точки зрения экономистов, я вам должен сказать, что экономическая наука тоже обладает свойствами непопулярности, потому что, ну вот я смотрю, значит, я имею отношение к экспертному совету по экономике Российского Фонда Фундаментальных Исследований, и что видно в исследованиях провинциальных экономистов, ну, те, которые живут на бескрайних просторах нашей Родины, их исследования направлены на региональную экономику главного образа, то есть на удовлетворение проблемы, на решение проблем, связанных с территорией. Это важная часть экономической науки, но не вся. Опять это связано с способом организации науки, способом финансирования, и в общем радикальные преобразования здесь, на мой взгляд, совершенно необходимы, если мы хотим вырваться, ну, решить или приблизиться к тем задачам, которые ставит президент, там, войти в пятерку мировых экономик, это не означает приобрести темпы роста, или там использовать другой показатель, там, покупательные способности, еще как-то, а это означает укрепить взаимодействие между экономической теорией, политикой, управлением и практикой. Все. Еще вопросы? Ну ладно, пока народ думает. У меня есть вопрос, в продолжении, кстати, вопроса, предыдущего, задающего. Значит, может ли быть одной из причин падения интереса к экономической науке усложнение ее методологического аппарата? То есть, если в неоклассике достаточно простые математические формулы использовались, у институционалистов теории игр и так далее, у эволюционистов там вообще дифференциальное уравнение, высоких порядков и прочее. Как вы относитесь к этой тенденции? Ну, значит, я бы хотел немножко ваш вопрос усложнить. Пожалуйста. Ваше. Значит, дело в том, что методология экономической науки это не только ее математическое моделирование. Да, математическое моделирование может приводить к очень сложным математическим конструкциям, использующим не только классические элементы математики, такие как дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, то есть фактически то, что было в 17 веке, теория вероятности, но и современные математические направления, такие как алгебраическая геометрия, алгебраическая топология и так далее, и так далее, все это арсенал может стать арсеналом экономической науки. И в этом смысле вот математическая часть, должна усложняться, потому что арсенал, которым может пользоваться экономика, до сих пор крайне узок, если мы посмотрим на то, чем пользуются экономисты в своих расчетах. Но вторая часть проблемы состоит в том, каким образом формируются эти математические модели. что лежит между экономическими явлениями и их математическими моделями. И вот здесь мы видим тоже неудовлетворительное состояние методологии перехода от реального экономического объекта, включая те задачи, которые мы хотим решить с помощью его исследования, включая анализ, прогноз мы хотим выполнить, оптимизацию и так далее, перехода к конкретным формулам и уравнениям, здесь мне кажется зияет очень широкий провал. И вот я вижу развитие экономической науки не только в том, чтобы мы искали новые закономерности, новые виды экономических объектов и образований, но и в том, чтобы мы сокращали разрыв между экономической между экономикой как исследованием реальных явлений и математикой как исследованием математических конструкций. Таким образом, вот усложнение будет за счет привлечения новых разделов математики, этот процесс объективен, и за счет усложнения процесса методологии самого моделирования, то есть построения моделей. И, конечно, это для экономиста может быть определенную проблему составлять. спасибо. Есть еще вопросы? Ладно. Тогда я еще один позволю себе вопрос задать, точнее, вопрос о уточнении. У вас был слайд там, где вы в качестве характеристик этих направлений приводили в частности равновесие. И по неоклассике там понятно, что там есть равновесие, а насколько я представлял, другие направления они наоборот отрицают наличие равновесия. А вы там пишите, что у них тоже есть равновесие. Можете пояснить? Что значит никто не отрицает равновесие? Равновесие понятие, которое характеризует объект в моменте ли, в периоде ли, в целевой сфере ли, оно существует. Но что с чем уравновешивается? Вот в чем вопрос. Насчет чего? Вот неоклассика основана на уравновешивании объемов и цен. Цены регулируют таким образом экономику, чтобы объемы находились в каком-то соотношении равновесия. Что касается других направлений, они говорят, что равновесие в экономике зависит или включает себя не только объем ценовой равновесия, но институциональная, равновесие. Равновесие между институтами, равновесие между институтами, расположенные на разных уровнях, государственными институтами, микроинститутами и так далее. В системном подходе мы говорим о равновесии между системами, который чем отличается? Тем, что в эти системы входят и люди, и технологии, и институты, и знания, и так далее. Вот этот весь комплекс и равновесие между этими комплексами, вот это предмет интереса системной экономики. Равновесие между предприятиями, возьмите двумя. Что это такое? Это что, объемно-ценовое, я купил за столько-то, вы мне продали за столько-то? Нет. Это равновесие между предприятиями, это сложный комплекс вопросов, которые связаны соотношениями между взаимодействующими людьми, соотношениями между теми знаниями, которые есть на этом и на этом предприятии, между их видением общества, видением экономики. В общем, усложнение, вот опять, как пользуюсь вашим обсуждавшим термином, усложнение взаимоотношений между экономическими явлениями, вот это приводит нас к усложнению понятия равновесия, ну и соответственно там конечно временные характеры этого равновесия, целевые, неравновесные модели, есть большой класс таких моделей, они все равно равновесны, потому что они опираются на понятие равновесия, может быть отрицаемое ими, или считающие, считающие равновесие невозможным, недостижимым, но все равно понятие равновесия существует во всех, потому что основное понятие в экономике это сопряжение, сопряжение одного с другим, но спрос и предложение покупателя, продавца, цены, объема, института и возможности принадлежности к этому институту, сопряжение, вот вся экономика основана на понятии сопряжения, причем часто трудно сопрягаемых явлений, а раз сопряжение, то есть достижение какого-то общего положения, в котором возможно транзакция, возможно принятие решения, возможно разработка плана, это все равно неизбежная часть экономики. То есть я правильно понял, что правильнее применять термин все-таки не равновесие, а сопряжение? Да, это более общая тема, более общая. Вообще это, если хотите, девиз системной теории, системного подхода, потому что экономика такова, что в ней взаимодействуют ресурсы труда, знаний, технологий, станки, здания, сооружения, материалы, истории, совершенно различные компоненты, которые даже если в теории вас бы попросили из этих компонентов сложить нечто целое, но мы были в затруднении, потому что ну хорошо, два человека, ладно, мы их как-нибудь сорганизуем, а вот все это в комплексе, и экономика это та хозяйка, которая варит суп из разных, из разнокачественных компонентов, и это основное отличие экономики от других наук и от других видов деятельности, разнокачественность компонентов и возможность их сопряжения в рамках одного процесса. Хорошо. Так, есть еще вопросы? Так, у студии есть вопросы? В чате я вот не вижу, вопросов не было вроде, да, от студии? И никто не хочет вроде, из студии никто не хочет выйти на связь, задать вопрос? Кто там есть у нас в чате? Так, ну ладно, тогда если желающих задавать вопросы больше нет, то предлагаю на этом сегодня закруглиться, значит, давайте попробуем, Григорий Борисович, спасибо вам огромное за такую интересную лекцию, вот, очень приятно было. Экономика интересная наука. Славься Югорский университет! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова